Трасса 101 Не скучного пути. В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! Правозащитники, в том числе координатор синих ведерок Петр Шкуматов, предложили упростить процедуру привлечения нарушителей ПДД к ответственности на основе записи видеорегистраторов. Дело в том, что сейчас они не являются основными. Главное, это заявление, которое пишет водитель на другого водителя. В нем указываются личные данные, время и место фиксации нарушения, номер машины и так далее. Если учесть, что заявителя после возбуждения административного дела могут вызвать в ГИБДД для дачи пояснений, на все это уходит много времени. Да и исход зачастую бывает нулевой. Лихача найти не удается. По словам Шкуматова, цитирую, бороться с нарушителями все равно можно только с помощью водителей, потому что у ГИБДД есть 2000 видеокамер, а у водителя их 2 миллиона. Такую точку зрения разделяет президент областного союза автомобилистов Евгений Пименов. Я в принципе согласен. Когда существует, что человек явно нарушает, он превышает скорость, подрезает другие машины, выезжает навстречу. Я считаю, в таких случаях нужно непосредственно выходить на автомобилистов, чтобы они не пропускали их и тех, у кого есть авторегистратор, чтобы они представляли такую информацию. Ну, нужны какие-то сдерживающие факторы, чтобы люди ездили аккуратнее. Большинство опрошенных кировских автолюбителей согласились бы снимать проделки своих недобросовестных коллег специально. Честно говоря, я с такими методами согласен полностью. Более того, даже если меня так заснимут, я, наверное, буду благодарен. Данные методы могут спасти людям жизнь. Если бы было чуть побольше времени, может быть, взялся бы за это. Полностью согласен с этим нововведением. Считаю, что надо распространить его везде, потому что после сокращения ГИБДД стало гораздо меньше сотрудников. Ну, я думаю, это будет неэффективная мера в нашей стране. Некультурные водители, это нисколько не будет их дисциплинировать. Только если за деньги. В Госдуме прозвучала идея введения нового наказания в виде ареста автомобиля на срок до полугода для тех, кто закрывает регистрационные знаки, дабы избежать писем счастья. Также изъятие транспортного средства, по мнению депутата Вячеслава Лысакова, может применяться в случаях, когда автовладелец не платит штрафы, систематически неправильно паркуется, да и вообще является злостным нарушителем. ТРАССА 101 Ульяновский автозавод выпустил ограниченную зимнюю партию внедорожников «Патриот». Машина, получившая приставку «Арктик», оборудована такими опциями, как электрообогрев лобового стекла, подогрев передних и задних сидений, дополнительный отопитель салона, электростеклоподъемники передних и задних дверей, зеркала с подогревом, светодиодные дневные ходовые огни, парктроник, кондиционер и магнитола с четырьмя динамиками. Также на автомобиль установлен предпусковой подогреватель, который повышает температуру не только в моторном отсеке, но и салоне. Цена этого удовольствия – 725 тысяч рублей. На этом все. До встречи в понедельник. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова